Привет! И сегодня уходящий день лета. Последний теплый уходящий день лета. У нас сегодня новый обзор табачной продукции. El American Maverick Tobacco. Трубочный табак. Вот такой банк я куплен за 1700 рублей. 12 бар барлей. 12 бар барлей. Он как бармалей. Так как мой табак уже не купить нигде, его уже в России нету, даже на каких-то там супер-сайтах табачных тоже нету нифига, уже в наличии ничего нету. Пришлось искать замену, потому что тут уже табак кончается. Пришлось искать замену. Вот и я нашел такую баночку. 12 бар барлей. Не знаю, что это такое вообще, не представляю даже. Но производство в США сделано. 50 грамм. Ну, в принципе, я тут покупал за 100 грамм банка была. Тот табак вот я покупал. Ну, если кто знает, где купить этот табак Ларсен, то пишите в комментариях. А так вот я покупал 100 грамм вот такую баночку. Она где-то 3 тысячи 3,5 стоила. Это получается типа два раза меньше стоит. Ну, и по граммов, по-моему, два раза меньше. Открываем вот эту пластику. Ну, пластиковый мне не очень этот нравится, конечно. Лучше потом надо будет пересыпать сюда. Там еще чуть-чуть есть того старого. Главное, чтобы не засох. Вот открываем. Тут акцизная марка. И вот такая вот открывашка, как шпроты. Первый раз при вас открываем. Вот, да. Не будем полностью открывать, чтобы не потом закрыть. Картоночка. Где взять-то? А, вот специально эта есть. Блин, и как мне ее теперь? Вот тут есть такой язычок, но он что-то не это. Что это? Что это? Как это? Блин, балдеж. Пахнет вообще офигенно. Вот он с двух сторон вот так открывается. Такой, блин, кусок. Ты руками закрываешь. Кусок такой. Ну, сейчас мы отщипим. Вкусно пахнет. Да, пахнет балдежно, конечно. Ну, и супер трубочку. Сразу наполним ее. Как это сейчас щипывать? Как это вообще? Может, это надо саму нарезать было? В это уже была такая накрошенная. Поэтому, не знаю. Первый раз так, такой табак, блин, набиваю. Не знаю, что из этого получится. Обычно вот там такие, вот в этом было нарезано на такие длинненькие, тоненькие пластиночки. Ленточки. Поэтому легко было набивать здесь. Я не знаю, что я говорю. Фильтр поставили. Вот, полную набили, в принципе. Тянется нормально. Хорошо. Что-то такое вроде шоколадное. Ну, именно тут без добавок, конечно. Все, больше ничего такого. Чем еще пахнет, кроме шоколада? Инжиром. Да, я... О, точно, точно. Это помнишь, я покупала инжир, который сухой. Ну, не ягодные. Не ягодные, а как это? Сухофрукты, короче. Сухофрукты, да? Да, сухофруктами пахнет. И вот сладкий какой-то шоколадный тоже запах. Но я шоколада не чувствую. Я вообще отчетливый запах инжира. Ну, тогда ладно. Давайте пока закулем. Смотрим. Новенький, влажненький табак. Не то, что моя труха уже засохшая, блин. Ммм, господи. Свежий табак, это просто прекрасно. Ммм. По-моему, он крепче, чем тот. Не, ну, здесь есть похожие вкусы, потому что, я вот читал, когда описание тогда, ну, просто в интернете. Там есть Вирджиния, которая вот здесь, здесь, по-моему, есть. Или, может, это привкус от старой трубки остался. Ну, в трубке, в смысле. От старого табака в трубке остался. Ммм, да. Кайфовый, кайфовый. Но, мне кажется, крепче немножко. Сразу чувствуется, что супер свежий табак. Так, медленно разгорается, потому что он довольно влажный, там. Хорошо, пошмарим. Блин, походу, плотно забил. Начинает тугой идти. Да, что-то плохо тянется так. Да. Я такой кусок туда запихнул, честно говоря. Надо было его чуть-чуть раскрошить. Подворотски забил, конечно. Потому что новый для меня вид описание. Так, Вирджиния, Бёрли. Специальная смесь восточных табаков. Крепкий, насыщенный табак с натуральным классическим ароматом. О, видите? Предлагается в старинной форме нарезки. Вот, старинная форма нарезки. Крамбл кейк. О, ну да, он похож был, да, кстати. Крошящийся торт. Реально похож на кусок торта. Выдержанный под прессом табак в виде легко прессованного плага. От которого легко отщипываются куски. Да, легко. Крепость 4 из 5 по 5-балльной шкале. Вот, состав. Барлей, Ориентал и Вирджиния. Да, забил подворотски. Зумерская музыка. Подростки. Подростки курят айкос. Ой, не айкос, а аж QD там или... На первый затяг такой, когда только поджигаешь, прям чувствовалось офигенно, офигенный привкус вот этого сухофруктов. Сейчас уже подходит немножко к какому-то горелой части. Не потому что это подгорает там. Меня радует то, что вкус табака такой же практически. Ну, есть, конечно, маленькие отличия, конечно, от того. Но практически их незаметно. Да, блин, дерьмо, походу, забил. Что-то так тянется дерьмо. Сначала кажется, как будто он крепче, чем тот. Но сейчас я уже привык. Уже не кажется таким крепким. Рад, что, конечно, такой же табак по вкусу. И, наверное, придется покупать его вот такую по 1700, по 50 граммам. Можно, конечно, купить и две банки сразу. И положить их в ту большую банку. Получается одна банка того. И я еще не знал. Там куча видов было их в магазине. То есть еще три вида. Но там не написано было их описание. И с чем они. И с каким-то табаком и так далее. Но вот я наугад взял, первопопавшуюся получается. И попал практически в точку. Хотя, может быть, и другие также выглядят. На вкус такие же практически. Но я не прям супер тонко знаю вкусы вот этих табаков. Потому что я всего второй табак, который купил. А, нет, это третий табак, который я купил. Потому что первый был пробный такой, дешевый. А из дорогих вот только второй. Потому что я все время тот покупал, который мне нравится. Если бы я купил не тот, конечно, было бы обидно. Аромат, конечно, офигенный. Особенно, когда он свежий. Сразу приятнее курить. Он уже такой сухой был. Он уже сухой. И как будто ты, блин, куришь какую-то солому. Скорее всего, нужно покупать маленькие баночки, чтобы что-то редко куришь. Он быстро засушивается. Нет, просто он был в той банке, в новой. И он был... Там не герметичная банка. Вот в этой банке он держался целый год мокрый, влажный. Когда я купил новый, он был вот такой продолговатый. Я его там оставил. В упаковке. Думал, я в этой упаковке оставлю. И еще и вот этой крышкой накрою. А эта крышка вообще какая-то дурацкая. И она ничего не оставила. А вот эта банка, вот она прям запечатана, как будто маринад, блин. И она там консервируется. Но легко, конечно, оказывается, легко из сухого состояния вывести во влажное. Добавить туда зеленое яблоко. Нашел этот лайфхак в интернете. Очень был рад, что, я думал, загубил весь табак. Что он был как солома. Он еще раскрошился весь. Его засыпал, блин, в трубку, как, блин, как солома какую-то. А тут именно такой, может, как-то надо было разрезать его. Или как-то его раскрошить сначала. Ну да, его надо было сначала раскрошить чуть-чуть. И потом добавлять. А я как дурак добавил. Все такими кусками дурацкими. Ну, что-то как-то слабо разгорается. Ну да, потому что он, собственно, и... То, что он влажный. Сохраняет такую. И он почему-то быстрее тухнет. Он быстрее тухнет, потому что, скорее всего, я забил неправильно. Следующая часть. Это запить чайком. Специально приготовленным. Дома. Вот прошлый год мы так уже бы и не посидели. Когда в прошлом году. Потому что уже тогда, 3 сентября, я записывал видос. Сейчас на балконе уже было градусов 10, наверное. А сейчас... Ну, сейчас тоже скоро будет холодно. Вот последние, можно сказать, последние несколько дней. Когда мы любуемся красотами. И нежимся на солнышке. Я подумал, если будет холодно, типа записать на балконе. Но, так как еще тепло, то можно офигенно посидеть еще в парке. Они куда-то в куст сели, они очень близко клютят. Ну да. И они не в глаз залезают, а другая в нос. У меня все нормально. Ты с табаком. Поэтому курите трубку, ребята. Бросайте свои сигареты. Грязные, вонючие. Из говна сделанные. Покупайте табак. И забивайте его в трубку. Как курили деды наши. И вкушайте. Вкусный, сочный табак. Вот немножко раскурилось. Создалась температура. Температура, которую даже, блин, в руки не взять. Разгорается, как печка. Ну, тут действительно печка. Уже перестает тухнуть. И можно просто сидеть наслаждаться. Балдеж, увай. Ну, это, конечно, не десятая степень балдежа. Но на восьмерочку, наверное, точно тянет. У меня еще есть бублик. Бублик. Ммм. Ой, стекай какой-то. Он сейчас размочен. Тиньком. Горяченький. Вот это балдеж я, ребята. Попробуйте. Попробуйте. И вам понравится. Я люблю вместе с булочкой какой-нибудь съесть. Сейчас хочется какую-нибудь булочку съесть. С этим... С руками. Потому что что-то... Сразу хочется есть. Странное. Странное, конечно. Действует табакам. Вот, чувак, ты говоришь... На моноколесо поставил сиденье. Экипировки. И так... Берите булочку, трубку, чаек. Покурили. Потом съесть булочку. Так, потом... Блядь. Что такое? Фейл. Совершенно другой вкус. Ну, нет. Тоже, конечно, вкус, но... Есть различия. Я не знаю, как это выглядит. Там просто другие оттенки вкусов. Они очень тонкие. И мне сложно выделить. Ты хочу сберешься, блядь, дегустировать. Потому что... Сейчас будет у тебя жена. Да. Раньше я курил еще сигары. Но сигары уже... Это меньше мне нравится. Потому что я вот... Попробовал вкус вот этого табака. И он мне как-то больше понравился, чем вкус какой-то сигары. Меня даже не пугает то, что надо ее чистить, там это, ухаживать за этим. Это не пугает. Наоборот, если ты хочешь почувствовать балдеж, то... Почему бы я этим не воспользовался? Когда только в начале было, оно отдавало просто горю немного. То, что горел табак. А вот сейчас оно согрелось, пропиталось. Еще размокло этого жара внутри. Почему это, блин, все время к середине? Почему нельзя сразу, блин, с самого начала было? Нет, он только ближе к концу. Когда ты уже заканчиваешь. Ну так, ребята, провожаем последние деньки лета. Так что подписывайся, оценивай. Подписывайся в Сюсе. Подписывайся на Телеграм. Мы там болтаем о всякой фигне. Говори, почему... Что я сделал не так? Говори, что надо переделать. Какой-то баг ты пробовал. И где мне найти дальше Ларсен. Хотя, может быть, я его и не буду покупать. Хотя, может быть, и буду. Не знаю. Даже теперь не знаю. Может, еще какой-нибудь купить? Пишите в комментариях, какой еще можно купить табак. Возможно, мы его попробуем. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok